здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 5 апреля четверг и сегодня у нас такой насыщенный день яркая дата прежде всего 75 лет юбилей нато она эта организация встречает этот праздник если можно его так сказать на пике своего могущества после окончания первой холодной войны в которой наступила с развалом советского союза но ближайшие пару лет мы узнаем стоило ли организовывать нато потому что напомню основной смысл его образование это было не допущение войны в европе и что произойдет следующие два года это будет в общем то однозначный ответ на вопрос о смысле существования этой организации затем очень важная встреча вернее эти встречи разговор по телефону был между шойгу и министром обороны франции для корню где были затронуты важнейшие для обоих стран обеих стран вопросы важные события происходят вокруг принятия или голосования по пакету помощи украине и вот все это я попытаюсь уложить в одно видео не получится сделаю два еще один важный вопрос да помимо всего прочего трамп судя по всему опять упал на темные деньги из кремля это должно нужно осветить но начать я хочу с темы россия накануне войны библейских масштабов эта тема навеяна мне сообщением которое мне прислал один из зрителей на канал его письмо или сообщение на английском языке сейчас я вам переведу господин швец вы вкратце упомянули атаку и гил на атаке и гил на ближнем востоке речь идет о акте или террористическом акте в городе керман это иран по случаю 4 годовщины гибели генерала косема салеймани ходе которой было убито тут написано 20 на самом деле их уже более 95 как считают это тот самый генерал салеймани который втянул или уговорил путина принять участие в войне в сирии на стороне осада ходе которых который погибло большое количество бойцов халифата из и гил под руководством этих двух сил или с ульмани и потом и путин бойцы вагнера приняли участие в убийстве значительного количества бойцов коросан русские понятия не имеют во что они впутались это война библейских пропорций россии понадобится вся ее сила и мощь для того чтобы попытаться остановить то что грядет что ее ожидает очень интересно и я понял что я наверное действительно обсуждая всю эту ерунду по поводу крокус сити не осветил самое главное в каком контексте все это происходит чтобы было понятно более ясная картина происходящего но сегодня я еще и прочитал кое-какие материалы в русской в русских сми и во французских по поводу состоявшихся разговоры между шоу и шойгу и его визави французским лекарни и там было две темы первая тема это возможные переговоры между россией и украиной видно что российская сторона хочет и настойчиво я бы сказал хочет этих переговоров не знает как к этому делу поступиться а вторая тема это была тема что случилось крокус сити при этом я бы сказал так как это следует прежде всего из французских сообщений российская сторона где в частности шойгу страстно почти страстно настаивали что и гил к этой атаке не имеет никакого отношения но французский министр он излагал принятую разделяемую всеми на западе концепцию и убежденность в том что атака была совершена именно и гил но то есть ясно что это очень болезненная тема и гил для россии и она буквально молится уговаривает себя в том что это был не гил помните анекдот рассказывал по поводу мужика который явился утром но после нехороших приключений домой жена его встречает и там его его убеждает что он был на работе и заканчивается это тем когда уже все аргументы исчерпаны муж ей говорит но дорогая ты же такая умная находчивая но придумай еще какую-нибудь отмазку меня последние так и здесь то есть кремлевцы ищут всевозможные отмазки чтобы только только не и гил бог с ним что угодно только не и гил ну и вот я сделал ресерч поговорил со знающими людьми и я могу вам объяснить почему это произошло и для начала я вам дам тезисы чтобы дальше проще было усваивать информацию и так и гил провел целую серию за последние 17 17 года серию атак против ирана и российской федерации эти атаки тесно связаны всегда и гил брал на себя ответственность за эти атаки когда он их осуществлял никогда всегда подтверждалось что это именно он никогда это не оказывалось блефом и это убеждало страны от которых зависит само существование существование которых зависит от той обстановки которая вокруг сне них складывается прежде всего израиль таким образом их экспертиза она непререкаема в этом вопросе далее значит почему почему и гил считает и гил хоросан я всегда буду говорить иметь ввиду и гил хоросан почему эта организация считает иран и российскую федерацию своим главным противником а потому что не связаны через генерала косема сулеймани это начальник куц я вам дальше это расскажу что это такое который как считается втянул путина в войну против и гила в сирии в результате которой совместными усилиями боевиков куц иранских а также вагнера был погибло большое количество мусульман шиитов и в частности бойцов и гил и таким образом значит путин салимаи уже нет путин еще жив но россия и иран они начали оказались в самом начале вот этой библейской войне войны а это действительно библейская война объясню вам дальше идил провел много актов против раши почти не всегда были предотвращены благодаря соединенным штатам америки последний раз такой акт был был предотвращен в этом году 7 марта когда фсб отчиталось о том что ликвидировали в калужской области ячейку которая планировала атаку в синагоге значит в западных средствах западных сме отмечается что синагога московская это очередное крупное знаковое преступление или теракт который был должен был совершен карасаном российской федерации спасибо соединенным штатам америки потому что именно они согласно анализу имеющейся информации предупредили по поводу атаки в отношении синагоги также как они предупредили об атаке в отношении крокус сити после крокуса и так как повел себя кремль начал обвинять соединенные штаты что мало информации дали что это была провокация и так далее хотя там где они смогли справиться я имею ввиду синагогу там все успешно они молчат об этом вообще не упоминают они упоминают эту ситуацию так вот это хамская и наглая и враждебная позиция кремля сейчас по поводу той информации которая передала циру и которая спасла россию начиная 17 с 2017 годов она лишает соединенные штаты сейчас всяких стимулов для того чтобы и дальше помогать российской федерации защищать себя от атак организации игил хоросан нет причин спасать дальше неблагодарных оргов да если судить потому по тем целям которые игил к выбирал в иране наносил удар да и по тем целям которые намечены были в российской федерации но прежде всего иран вот там это показательно эта организация наносит и планирует наносить удары по ключевым государственным институтом не только государственных но и символом так сказать государственности страны то есть есть смысл предполагать что то же самое будет и в российской федерации на попробует сделать то же самое ну и анализ тех целей которые удалось спасти россии благодаря церу свидетельствует о том же самом то есть это действительно война библейских то есть глобальных масштабов его способность путинского режима одновременно вынести еще одну войну совместно с другими фронтами которые она создала своими усилиями я имею ввиду агрессию против украины затем укрепления благодаря великой стратегии путина укрепление невиданное нато невиданное со времен образования этой организации ну приводит к этой как этому к этому сомнению как говорится в одном из рассказов о генри боливар может не вынести двоих а тут уже как минимум три фронта да еще каких ну а теперь перейдем более конкретному изложения и так анализ всех материалов но не всех существенных больше большого количества материалов которые пишут на который существует на эту тему прежде всего иностранных объясняет причины почему игил выбрал сначала иран а потом российскую федерацию в качестве свои главные мишени ну прежде всего это религиозная вражда а это страшная вражда игил это экстремальная можно сказать религиозная организация которая считает чтобы любое отклонение от ее канонов она неприемлема они называют шиитов будучи суннитами они называют шиитов и еретиками которых нужно истреблять затем затем это по эта месть месть ирану который вмешался в ситуацию с сирии где этот игил собирался устал образовывать халифат и все-таки образовал его и с помпой объявил об образовании в четырнадцатом году так вот именно иран он сделал так чтобы этот проект закончился неудачно то есть это вместе еще ирану за то что он спас режим ира режим асада ну и большое количество потерь понес и игил и его сторонники затем игил как любая организация такого характера она стремится к расширению им нужно формировать то есть рекрутировать новых бойцов им нужны новые деньги для того чтобы привлекать новые деньги из-за рубежа естественным образом они должны показывать эффективность своих действий и эффективность ну теоретически обращая на себя на себя кстати внимание соединенные штаты тоже воевали против игил но они как-то так на втором плане здесь находятся главный сейчас во всяком случае мишени для игил не они почему одно из объяснений после 11 января то сентября в соединенных штатах повышена система охраны государства от террористических атак а россия в результате безмозглой интервенции в украину она ослабила себя все силы стянуты теперь на украину и теперь она как паленая кошка из известных произведений киплинга на который можно безнаказанно нападать что касается вот упомянутого упомянутого здесь теракта последнего теракта в иране кстати проявляется какая-то определенная закономерности в синхронизации по времени атаки против ирана и против российской федерации так последняя атака в иране была совершена в январе совсем недавно этого же года когда я отмечалась в городе косема косем в иране это там где захоронен этот генерал сулеймани отмечалась четыре года с момента его ликвидации генерал сулеймани был командующим силами куц куц это так сказать внешнее ответвление или рука корпуса стражи исламской революции это как вот первое главное управление в советском союзе было внешней разведкой кгб так сейчас этот куц это внешняя сила или внешний департамент ксирс но она гораздо сильнее и мощнее чем сирс это по большому счету можно сказать организация супер боевиков и даже террористов террористами эту организацию признали соединенные штаты великобритания и еще несколько государств именно куц проводил а и вообще они они наводят кошмар там где иран вообще действует сейчас они делают это в красном море а до этого они делали то же самое в сирии и совместно с вагнером они истребляли бойцов и гил и гил к надо сказать что бойцы куц они не вся конечно но значительных часть проходила подготовку террористическую боевую подготовку на территории российской федерации некоторые из их руководители это уже высокопоставленные лица они просто там полевые бойцы они даже успели закончить военные академии в россии то есть координация то было очень тесная но и вот для того чтобы этот это событие то есть когда иранцы там собралось не менее тысячи человек отмечали это была траурная церемония памяти гибели сулеймани а его уничтожил американский дрон в аэропорту багдада по моему это был двадцатый год то есть может быть поэтому а частность в частности америка как бы так на второй флан отошла качестве мишени для игилок карасана хорасана потому что америка уничтожила их главного заклятого врага так вот там собирала собралась около тысячи человек и два бойца и дел хорасан с поясами смертников в этой толпе взорвали друг себя с разницей там в 20 минут один потом второй сразу же надо сказать это уже по свидетельству израильских источников сразу же пал подозрение что это сделал израиль но потому что у израиля тоже было много претензий в отношении в отношении куц и солеймани но буквально через день игил карасан выступил заявлением где взял на себя ответственность назвал кто в этом деле участвовал и я подчеркиваю ни у кого в том числе в израиле не вызывала правдивость этого заявления никто после этого не кричал что это кто-то там использовал в темную игил карасан это не та организация которая позволит кому-то использовать себе себя в темную повторяю израильтяне я думаю что вот надо к ним прислушиваться да прислушиваться там все-таки серьезные специалисты которые разбираются что к чему и должен сказать более того вот когда отсчет террористических атак игил карасан идет ну примерно с 2017 года так вот ни разу не подвергалась среди западных специалистов и израильтян сомнению когда игил карасан брал на себя ответственность теперь интересный момент вопрос возникает нам теперь известно что иран так же как до этого соединенные штаты америки сообщил российской федерации о том что готовится теракт силами игил хоросан в частности в крокус сити почему вопрос но во первых потому что общие это они тесные союзники и с началом войны с началом агрессии полномасштабные рф против украины этот союз вы знаете значительной степени укрепился то есть это общий союз это союз ну и во вторых это общий враг поэтому иран и сообщил хотя его информация была не такой детальной эта информация поступила в ходе допросов тех представителей гил хоросан которых удалось захватить вот после теракта 3 3 января этого года по случаю четырех летний что ли годовщины ликвидации суреймани то есть они там сказали что они знают признали что люди уже отправились но они не знали детали куда и как то есть это результат стратегического партнерства каким образом тут появился путин так по большому счету через суреймани потому что суреймани в 2015 году прибыл в москву и после этого россия активно приняла участие в боевых действиях в сирии на стороне режима осадов следовательно против игил то есть они начали действовать совместно и таким образом россия через путина при помощи суреймани было втянуто в то что игиловцы считают преступлением против мусульманского народа поэтому значит когда совершен был теракт крокус сити и когда игиловцы признали что это они совершили они сразу сказали что это было потому произошло потому что качестве мести за то что русские обогрели свои руки кровью мусульман правоярных то же самое они говорили когда признавали свои ответственность за свои атаки против ирана но значит это такая распространенная точка зрения специалиста правда некоторые говорят что вот эта история по поводу того что мусульман не приехал и после этого именно он играл решающую роль в том чтобы втянуть путина и россию в войну в сирии они говорят она некорректно может не совсем корректно потому что несколько месяцев пару месяцев до визита с улеймани группа российских военных специалистов уже посетила сирию она присмотрела места для строительства воздушной базы неподалеку от латакии присмотрела там место для строительства авиабазы хмеймин и поэтому значит якобы он не сыграл с улеймани не сыграл решающую роль но он значительной степени поспособствовал усилению координации действий военных обеих стран сирии то есть он пользовался полным доверием до своей смерти естественно российской стороны которая полностью полагалась на его рекомендации это был чисто ближайший и самый надежный по моему союзник россии среди представителей ирана после того когда был совершен террористический акт в иране в январе этого года израильтяне это газета тайпсов израил прокомментировал это следующим образом это нападение нанесло сильный удар по безопасности иранского правительства в то время когда несколько его партнеров пытается продвинуть иранский проект в регионе то есть я подчеркиваю ваше внимание когда в любом государстве совершается стратегически совершается крупный террористический акт это наносит удар по этому государству потому что она теряет престиж реноме доверия и на своего собственного населения как сила которая не способна обеспечить безопасность своих граждан собственных нафига она тогда вообще существует это государство потому что исторически государства начали возникать для прежде всего физически военной защиты определенной территории от внешних врагов если она не справляется с этим а только занимается грабежом собственного населения то это уже это уже не государство это уже банда ну и то же самое со стороны точки зрения внешних сил если государство не может себя защитить от внешних врагов то значит вот такое оно есть с ним делай то что хошь знаете сказать вот когда случилось 11 сентября в соединенных штатах америки нечто подобное произошло с американцами страна была единственной сверхдержавой на пике своего могущества процветания американцы не могли они были потрясены что какое-то насекомое смогло нанести то вот такой удар в центре страны и они это был невидимый враг они не знали где они хотели набить ему тут же на чистенье пята к этому врагу уничтожить его с лица земли стереть но опять таки это вот отчаянное положение они начали искать это мое глубокое убеждение которое я вот сразу у меня возникло такое убеждение когда-то нам начала началась подготовка кампании против шадама хусейна против ирака против афганистана они искали кому извините за выражение набить морду ну и таким образом значит началась эта кампания которая продлилась потом не менее 20 лет в афганистане в ираке и страна до этой войны экономика блестяще все просто все все замечательно я помню заправлялся показатель в америке для многих я про заправлял бак бензина по цене 99 центов за галлон это была фантастика а сейчас это где-то носит премиум это где-то 3 доллара 70 центов то есть это была грубокая ошибка стратегическая ошибка буша младшего тогдашнего президента который вот поддался этим эмоциям но надо стране было выпустить пар иначе бы рухнул бы рухнул бы институт президентства потому что не смог обеспечить безопасность государства вот то же самое также оценивала вот эти теракты против ирана и израильские специалисты очень правильно абсолютно правильно солей мани значит ну помимо всего прочего не просто сотрудничал там с россией с вагнером по нанесению ударов по игил-харасан он еще сумел организовать целые шиитские ополчение которое массовое такое движение по уничтожению бойцов игил и игил-ка ну и вот после этого и все поехало первое нападение вообще игил-карасан был образован в 2015 году когда от талибана который действовал на территории афганистана и пакистана там откололась группировка которая посчитала что талибан не совсем радикален она была каким-то ответвлением стали и ответвлением игил хотя тесной прямой связи между ними специалисты не всегда наблюдают но она тут же стала одной из самых эффективных террористических ударов особенно организации особенно в том что касалось террористических актов за рубежом первое первое нападение датируется июнем семнадцатого года когда игил взял на себе ответственность за двойное нападение на иранский парламент и мавзолей аяталы хамини то есть тут на что обращают внимание смотрите по почему они наносят удар по символам государственности и не просто государственности а самоидентификации широких народных масс ирана это и религиозные центры это и современные институты мавзолея аятала хамини можете представить все равно что мавзолей ленина на красной площади иранский парламент и вот анализ того что происходит и намечается в дальнейшем и та координация которая проводит игилка по своим ударам по против ирана и по российской федерации дает основание предполагать что раша ждет то же самое тем более что те объекты которые уже выбирал на территории российской федерации игилка расан они имели примерно такое же значение то есть это не где-то там на черта на куличках какой-то мелкий объект взорвать и так далее это 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 важно это будет удар в самое сердце государства и посмотрите то же самое время в семнадцатом году в ране поражается вот такие два центра в это же время игил планировал акт казанском соборе и не только в казанском соборе это 15 декабря семнадцатого года казанский собор накануне первого рождества нового года второго рождества то есть центр самый момент когда народ празднует и веселиться и ликует а потом серия последующих актов которые вообще по своим масштабам могли затмить 1 сентября 9 сентября в америке то есть идет координация действий рана один и тот же почерк простите игилка расан один и тот же поезд почерк и по времени совершения актов и по тем объектам по их значимости которые карасан выбирает и в иране и в российской федерации последняя крупная операция прошла в октябре 2 в октябре 22 года когда боевики это было вот это не 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 последняя предпоследняя скажем так в октябре 22 года когда боевики игил открыли огонь по посетителям крупной шиитской свете на своей святыни в городе шерас вот тут казанский собор ненависть к ирану и как следствие к российской федерации объясняется еще тем что по мнению представителей и гин хоросан эти две страны виновны в провале проекта образования халифата то есть халифат с помпой был провозглашен в четырнадцатом году аль-багдаде когда игил поклялся ему в верности но просуществовал он всего несколько лет удары первые были нанесены к бене первые крупные удары по халифату были нанесены уже в семнадцатом году а в девятнадцатом году он был практически уже разрушен то есть начале девятнадцатого года это террористическая группировка игил в целом потерпела сокрушительное поражение аль-багдаде был ликвидирован американцами ну и сейчас имеем то что имеем а именно с тех пор произошло возрождение и прежде всего игил хоросан если в 2018 году это считалось 4 по своей эффективности эффективности террористических актов организация в мире то сейчас она вообще-то выходит чуть ли на первое место потому что игил он практически работает только в основном в африке и он там не занимается террористическими актами как таковыми он захватывает территории как он попытался это сделать в сирии и ираке захватывает территории защита защищает их от правительственных местных войск которые пытаются вернуть их обратно то есть они борются за территорию по завещанию аль-багдане который призвал вместо одного халифата в сирии и раке создать несколько периферийных вот чем они и занимаются а эти я имею ввиду хоросан они действуют прямо за рубежом и главным образом вот это и происходит иран и российская федерация ну и теперь подведем итоги вот что беспокоит почти почему представители российской федерации и публично и в контактах своими визави зарубежными как это вот было в разговоре между шойгу или корню почему они буквально ну чуть ли не молятся они сами себя убеждают придумают еще что-нибудь чтобы убедить себя прежде всего население что это было не игил хоросан потому что это если это игил хоросан то в нынешней ситуации положение путинского режима весьма печально до сих пор им удалось предотвратить значительную часть самых главных операций гил карасан на территории российской федерации благодаря американцам но теперь они обнаглели или не даже не не только обнаглели они одурели до такой степени но наверное слишком сказывают сказывается слишком большое давление которое оказывает агрессия против российской федерации тут и замешательства не знаю что делать а тут вроде бы враг америка и вдруг тебя предупреждает до их предупреждение в семнадцатом в девятнадцатом году она срабатывала потому что тогда тогда россия не воевала против украины они же как считают что это не россия напала на украина от америка при помощи украины напал втянула россию эту войну то есть теперь это полный враг они говорят что от америка нато войну и против нас и вдруг с какого это с какого то есть они бы никогда бы они по себе судят они бы никогда врагу не передали информацию которая могла бы спасти врага от террористических актов а тут тебе предлагают но как то так вот если решили проверить калужской области оказалось да вот есть такое очевидно готовится ликвидировали вроде решили проверить когда американцы 6 марта предупредили по поводу атаки в крокус они 7 то есть седьмого мужа вернее 0 7 числа там уже был один из бойцов этих таджиков там и орки спецслужбы их 8 марта запустили туда все что могли вооруженных полицейских в огромного количества но потом оказалось что таракта нет все значит шантажирует значит обманывает значит теперь они на нас будут давить плюнули забыли но теперь приходит в сознание собственно к ним сразу же пришло что перед ними значит возникает и поэтому не было бы украины они любую другую отмазку придумали но им страшно что российский народ поймет что на самом деле их угрожает им угрожает и представит что теперь с ними будет если американцы перестанут делиться соответствующей информацией на что будет это было бы два крупнейших теракта в петербурге семнадцатого года девятнадцатого года синагога и там еще целый ряд других терактов то есть их их немало было их немало было которое якобы доблестное фсб предотвратила благодаря соединенным штатам америки вот о чем написал уважаемый сергей который судя по всему специалист ну во всяком случае глубоко понимают проблему и который сравнил это с войной библейских масштабов библейских да потому что это фанатики это фанатическая борьба борьба фанатиков которые люто которые имеют под собой глубочайшую финанс религиозную подопреку глубочайшую давай давай который доводит все это дело до фанатизма до невменяемости просто все священная война газоват ну и плюс еще геополитические соображения надо расширяться вообще надо мочить за цели есть один это иран второй это путин и его компания так что ждем я вообще не представляю вы знаете я своими глазами наблюдал в начале 90-х годов и даже сам как-то так на мне это сказалось когда только было подписано соглашение о сотрудничестве в правовой области между соединенными штатами америки и в российской федерации где-то она была на стыке так 95 и примерно год где-то тогда то есть до этого это было невиданное все и американцы эти наивные люди у них масса есть проблем у американцев да вообще у западных людей но американцы в частности это их доверчивость и я бы сказал великодушие которые иногда граничит с глупостью он им сказал президент буш старше все война холодная закона холодная война закончилась советский союз рухнул победили здоровые силы коммунизм рухнул окончательно и бесповоротно мы теперь друзья и американцы теперь вот этим бывшим врагам которые обещали их закопать стереть лица земли они бросились им помогать они их кормили потому что первое письмо которое путин подписал качестве президента в 2000 году иностранному лидеру письмо было президенту соединенных штатов о внимание не начали увеличение продовольственных продовольственной помощи путину своих орков кормить было нечем вот америка кормила 90-е годы потом пока не взлетели ввысь цены на нефть так вот значит подписали это соглашение американцы все сотрудничаем сотрудничаем и первое что сделали russians они они как всегда сотрудничество то есть американцы думают что сотрудничество это на основании закона так как этот закон принято понимать демократическом государстве то есть закон есть процедура есть суды то есть если россия требует экстрадиции кого-то кого она хочет получить из америки то это должно пройти через американскую судебную систему раша это выделили видела не так то есть мы хотим этого вы нам его выдаете черт с вашей процедуры никаких там процедур просто вы даете все а мы вам выдаем так же самым того кого хотите вы но американцы почесали репу а russians начали быстро тогда сбежал один из банкиров из раши это был банк организованный кгб за где-то месяцев 6 до августовского пути 91 года через которую тогда прогнали чудовищную сумму в 1 миллиард долларов это наверно было весь валютный запас россии советского союза в то время ну и потом он раз и оказался на территории советского союза вы простите соединенных штатов естественно у него вся информация была в голове и они захотели захотели его выдернуть и обратно чтобы закрыть ему рот по этому поводу генеральный прокурор российской федерации юрий скуратов приезжал сюда чтобы договориться а вот такой экстрадиции с дженет рина это тогда был была генеральный прокурор америки это для начала мнение тут было что начало наконец-то впервые этом истории двустороннего сотрудничества и согласились эстрадировать ну там чудо просто помогло он уже был готов уже его иммиграционная служба соединенных штатов но уже чуть ли не отдела и подготовила к вылету к транспортировке из сша в россию и адвокаты в последние минуты остановили этих этот процесс потом пошел потом запустили его по той процедуре которая принята в америке дело пошло аж федеральный суд которым я выступал ключевым свидетелем пять часов с перерывом на ланч ну и доказали что этот банк принадлежал кгб что это все было отмывание денег я вообще подозреваю что американцы понимали что это такое что это за миллиард долларов страны которая кричала что они не копейки для того чтобы кормить свое население это была сделка то есть вы ребята там боретесь коммунизмом как кричали эти новые которые пришли к власти но мы позволим вам заначку здесь сделать где-то я чувствовал что существует такая подоплека всех этих событий вот ну доказали доказали что главная цель этой экстрадиции вытащить человека который может рассказать все масса информации у него и ему все там крышка москве конвенция он против пыток и остановили остановили это экстрадицию после этого было разгромные скандалы здесь министерства юстиции соединенных штатов америки была напряженность во взаимоотношениях между представителями двух стран американцы поняли что америка то есть да американцы поняли что рашин совсем иначе воспринимает сотрудничество это было как эта революция в понимании что что-то с москвой не так ничего не меня не меняется сейчас то же самое то есть я надеюсь что вот то что произошло в крокусе то как рашинс потом еще ныли что и мало дали информацию мало где уже назвали крокус мало когда все равно рашинс мало и они недовольны ну теперь вообще ничего не получите готовьтесь готовьтесь пацаны на этом дорогие друзья позвольте закончить эту часть видео есть еще много важной информации надолго с вами не прощаюсь во второй части я отвечу на ваши вопросы которые вас волнуют я вам расскажу о ужасающих ужасающих внутренних процессах которые происходят сейчас внутри предвыборной президентской кампании в соединенных штатах америки я расскажу о кандидатах и о вариантах которые бы даже представить себе не можете ну и расскажу о грязных деньгах которые уже проникают в карманы представителей которые надеются стать следующим президентом соединенных штатов америки все это во второй части пока ненадолго прощаюсь до скорой встречи